Здравствуйте, дорогие телерадиослушатели! Мы сегодня сердечно приветствуем вновь передачи «Якутск сегодня» сердца нашей республики, города Якутск. Мы сегодняшнюю передачу посвятили и назвали «На плечах гигантов» за режиссёрским пультом Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов, редактор сегодняшней передачи Светлана Вишнякова и я, приглашённый ведущий Юрий Семёнов. Мы сегодня говорим о такой интересной теме «На плечах гигантов». Мы эту тему взяли из письма Исаака Ньютона, который в 1676 году напишет Роберту Гуку. «Я видел больше других, лишь потому что стоял на плечах гигантов». Безусловно, выдающийся учёный писал о том, как он сделал великие открытия в этом мире благодаря тому, что его предшественники сделали до него, и он это читал, изучал и с большим уважением относился. Мы сегодня будем обсуждать выдающиеся достижения науки, выдающиеся достижения техники, а самое главное – тех людей, которые являются гигантами для нашего общества и народа. Разрешите представить наших уважаемых гостей. Сегодня они пришли к нам. Это Владимир Анатольевич Егоров, генеральный директор Целевого фонда будущих поколений, кандидат в физико-математических наук, доцент, человек с большим опытом работы в университете, с детьми в системе образования. Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Добрый день, Юрий Иванович. Ещё раз благодарю за то, что сегодня вы присоединились к нам. И из горного района, села Бердегостях, с одной из лучших школ нашей республики, Бердегостяхской улусной гимназии, которая сегодня носит имя выдающегося сына народа Саха Василия Васильевича Филиппова, к нам приехал его директор Владимир Михайлович Наговицын. Приветствую вас. Здравствуйте, Юрий Иванович. Спасибо, что так представили. Спасибо большое. Уважаемые гости, вот я начал нашу сегодняшнюю передачу с цитаты Исаака Ньютона. Он ведь именно говорил о том, что уважение к предыдущим поколениям, а не отречение от их дел даёт созидательные плоды. И вот мы говорим о новом проекте, который формируется, реализуется на плечах гигантов. Именно так он называется. Это проект большое количество организаций, в том числе Николаев центра. Инициирован он первым президентом нашей республики. Идея проекта заключается в том, чтобы у нас должно зародиться чувство гордости за свою страну, за тех людей, которые создавали эту страну. И как нам, сегодняшним поколениям, приумножить то большое великое богатство интеллектуальное, культурное, духовное, материальное ставили наши предшественники. Владимир Анатольевич, я прежде всего хотел бы попросить вас, прежде всего, поздравить вас с Днём Математика, который буквально 1 апреля у нас прошёл. Вы математик. И не просто математика, а учившийся в Колыбели, русской, российской интеллигенции, в Мехмате Московского государственного университета. Как вы относитесь вот к нашему интересному проекту, который называется «На плечах гигантов». И каких гигантов вы могли бы сегодня вспомнить для наших телерадиослушателей? Спасибо, Юрий Иванович. Вы сегодня упомянули Исаака Ньютона. Между тем, он известен большинству, наверное, как физик. А он на самом деле является основателем целой дисциплины и математический анализ. Сейчас я проработал на кафедре матанализа порядка 20 лет, поэтому дифференциальное исчисление, основу которую заложил Ньютон, до сих пор изучается. В этом смысле мы как раз-таки стоим на плечах этого гиганта. Ну а если говорить про то, что мы должны испытывать гордость за наших гигантов, то удивительно, что математика у нас в России довольно-таки долго была в таком состоянии недостаточно высоком. А развитие математики я бы связал с другим гигантом, но гигантом не в области математики, а в области, скажем, государственного строительства. Кто у нас самый известный такой гигант? В России. В России. Ну в России в области государственного строительства, наверное, Петр Великий. Да, совершенно верно. И именно с его именем на самом деле связывается начало обучения математики в таком массовом порядке. Ну мы все знаем, что Петр Великий прорубал окно в Европу. Как он это делал, тоже знаем, да, через Балтийское море. И, соответственно, вот именно задачи, связанные с мореходством, как раз-таки позволили, можно сказать, прорубить окно в математику еще. Дело в том, что в 1701 году Петр I основал школу математических и навигацких наук с тем, чтобы обучать всем премудростям мореходства, конечно, которые связаны именно с расчетами и так далее, российских офицеров. И при этом назначен был на должность учителя математики такой уже сейчас известный, да, Леонтий Филиппович Магницкий, точнее известный вот фамилией Магницкий, тогда у него была другая фамилия, да, а именно Петр I эту фамилию, можно сказать, ну, как сказать, не то чтобы разрешил, но именно его назвал Магницким, потому что он как магнит притягивал людей к знанию, к математике. Вот в 1703 году он создал учебник, который, ну, в простонародье он называется арифметика Магницкого, да, арифметика Магницкого, да, и более 200 лет учили в России именно по этому учебнику, да. Учебник, казалось бы, арифметика, арифметика мы все понимаем, что это вот такие, значит, ну, простые арифметические действия, да, но на самом деле вот этот учебник был достаточно такой большой, объемный, включал в себя практически все знания, которые тогда были в математике, ну, необходимы, по крайней мере, вот офицеру, то есть там были и познания из геометрии, истригонометрии и так далее, значит, ну, вообще 662 страницы, так, в этой книге. Поэтому вот я бы сказал, вот у нас сейчас год педагога-наставника, и символично, что вот именно развитие математики у нас началось именно с учителя математики Магницкого Леонтия Филипповича. И надо сказать, что вот и сегодня те задачи, которые он составлял, используются в задачах, ну, в задачниках современных. Ну, наверное, вы в школе, когда изучали математику, решали задачи там с косцами, с бочонками кваса и так далее, да, вот, например, такая задача, вот прямо такую я для себя выписал, да, «В жаркий день 6 косцов выпили бочонок кваса за 8 часов». Нужно узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют такой же бочонок кваса. Ну, здесь, казалось бы, достаточно трудно сообразить. Современные школьники могут делать это, составляя уравнение, да, просто вычислить скорость, с которой косцы один косец выпивает, да. Но тогда эти задачи, они решались вот чисто такими методами арифметическими, то есть, можно сказать, надо было просто хорошо соображать, да. Ну, вот в данной задаче получается, что у нас, если у нас 6 косцов выпивает бочонок кваса за 8 часов, да, то, получается, надо определить сначала, сколько же косцов выпьет этот бочонок за 1 час. Вот если 6 косцов за 8 часов, то сколько косцов выпьет этот бочонок за 1 час? Ну, разделить надо, получается. Надо умножить, потому что косцов надо больше просто, правильно? В 8 раз больше нужно косцов, значит, 48 косцов за 1 час. А теперь нам нужно, чтобы они выпили не за 1 час, а за 3 часа. Значит, должно происходить в 3 раза медленнее. Значит, вместо 48 нам понадобится всего 16. Вот так примерно решались эти задачи. Вот. Ну, вы вот упомянули, значит, Мехмат московский, да? Да. Да, действительно, я там учился. И, скажем, вот в 80-е годы, когда я учился, я застал еще вот то время, когда действительно Мехмат это было место, где трудились самые выдающиеся математики мира. Всегда считалось, что российская, советская математическая школа сильнейшая в мире. Ну, и вот скажу такой, можно сказать, интересный эпизод, который, как-то, можно сказать, иллюстрирует, насколько математики, вот именно московской математической школы были увлечены своими математическими делами, да? Такой вот Дмитрий Евгеньевич Меньшов, значит, вспоминает, как он в 1915 году начал, значит, участвовать в семинарии Николая Николаевича Лузина. И вот, говорит, вот в 15-м году мы занимаемся, занимались, значит, функциональными рядами. В 1916 году мы занимались ортогональными рядами. И вот наступил памятный для нас 1917 год. В этот год произошло такое значительное событие, которое очень сильно повлияло на всю нашу дальнейшую жизнь. Про какое событие вы подумали? Революция. Да. А Дмитрий Евгеньевич говорит, мы начали заниматься тригонометрическими рядами. Насколько это вот фундаментально, так скажем, да? Насколько они увлеченно живут, вот в мире математики показывают. Да, ну, на самом деле, с одной стороны, да, с другой стороны, тригонометрические ряды, действительно, приближение функций более простыми, в данном случае, вот, тригонометрическими, конечно, большое значение имеет и для науки, и для техники, да, для быстрых вычислений и так далее. Вот. Ну и вот один из этой когорты, да, еще и Андрей Николаевич Калмогоров. Выдающийся, самый выдающийся, математик номер один, как он называется. Совершенно верно. 20-го века. Да, 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 математик номер один 20-го века. Ну и вот он интересен, во-первых, тем, что он выдающийся математикой, во-вторых, он занялся в зрелом возрасте уже популяризацией математики, и даже не популяризацией, а привлечением в математику молодежи. И вот эта вот система физико-математических школ как раз-таки пошла от него. То есть в 1963 году была открыта физико-математическая школа при Московском государственном университете. Да. Кстати, вы выпускник этой школы, если не ошибаюсь, там с 10-го класса берут. Да, там, получается, да, я действительно два года там учился. 9-й, 10-й класс я учился, ну, выпустился в 10-м классе, получается, у нас тогда 10-летнее образование было. Ну и вот Андрей Николаевич, он считал, что, вообще говоря, математикой не нужно заниматься углубленно сильно рано. То есть вот именно по дростковому возрасту, в принципе, вот ребенок может начинать заниматься уже именно конкретно математикой. А до этого возраста нужно его развивать всякими разными другими способами, в том числе и через искусство, через спортивные занятия и так далее. То есть он немножко скептически относился к такому раннему ускоренному развитию. То, что сейчас, допустим, многие стараются очень рано впихивать у ребенка различные знания, он, в общем-то, к этому относился несколько отрицательно. Хотя вот сам уже в 5-6-летнем возрасте, как он вспоминает, испытал такую радость математического открытия. Предлагаю вам ее тоже испытать сейчас. Ну-ка, давайте, интересно. Представьте себе, да? Вот сложите числа 1 и 3. 4. Сложите числа. Дальше добавьте пятерку. 1, 3, 5. 1 плюс 3 плюс 5. 1 плюс 3 плюс 5. 8. 1 плюс 3 плюс 5. 9. Дальше. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7. То есть ничего. 16. Так, вы еще пока ничего не подозреваете? Пока нет. Идем дальше. Так, идем дальше. 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9. Я добавляю к 16 последнюю. 9, да. 9, да. 24. 25. 25. Так. То есть вы получили 4. 25 плюс 11. 9, 9, 16, 25. Ничего вам не напоминает пока? 4, 9, 16, 25. Это, господи, а нет, не сказал бы квадрат определенное число. Правильно? Да. Правильно. Это квадраты чисел. Да. 2 в квадрате, 3 в квадрате, 4 в квадрате, 5 в квадрате. И вот это заметил маленький Андрей Калмогоров. Вот. И вот он после этого, значит, ну, как сказать, испытал вот эту радость творчества, скажем, да? Да. Вот скажите, Владимир Анатольевич, мы сегодня достаточно подробно о математике говорим. Математика все-таки самая фундаментальная. Вот вы как человек, который учился у самых передовых, да? Во-первых, вы выпускник московской школы, выдающегося академик Калмогорова. Потом вы закончили Мехмат МГУ, самый сложнейший. Вы потом начинали работать в атомной станции, если не ошибаюсь, да? Вот скажите, вы считаете, что вы стояли на плечах гигантов? Это первый вопрос. Второе. Как сегодня нам стать на плечах гигантов? Вот кратко. Если кратко, то, конечно, все то, что мы изучали на том же самом Мехмате, это все было проделано такими различными выдающимися умами, и все теоремы носят название вот этих гигантов, скажем, да? Которые вас учили? Эйлер, Доламбер и так далее. Ну, кто учил? Ну, если говорить про тех, кто меня учил, да, то это, конечно, уже люди, которые сами стояли на плечах гигантов, да? Ну и дальше, получается, некоторые пирамиды такая, да? Ну вот, кстати, вот из тех, вот для того, чтобы опять же проиллюстрировать, насколько все-таки вот эти гиганты, которые составляли Московскую математическую школу, значит, действительно, ну вот, взращивали свои кадры, с какой тщательностью, да, с какой-то. Вот у меня был такой один однокурсник, Владимир Воеводин. Его четыре раза, он четыре раза отчислялся с Мехмата за неуспеваемость. И четвертый раз он окончательно отчислился, так и не закончил Мехмат. И уехал. Да, и уехал. Уехал, значит, в Америку, и там закончил Гарвард. Спокойно закончил через два года Гарвард. Закончил, защитил там докторскую диссертацию, а затем стал лауреатом Филдсовской премии. Это самая престижная премия. Математикам не дают Нобелевскую премию, есть Филдсовская премия. Да, ее дают раз в четыре года. Вот так вот. Ну вот, кстати говоря, если вот опять же вспоминать про эти премии, то, наверное, самый известный математик в мире, которым была присуждена Филдсовская премия, это кто? Ну это, конечно же, удивительная личность, это Перельман. Да, это Григорий Перельман, который отказался от этой премии. И теми стал самым обсуждаемым человеком. Да, но он отказался от Филдсовской премии, которая составляет где-то порядка 15 тысяч долларов. Но он отказался еще и от второй премии, от премии, которая 1 миллион долларов, которую институт Клея присуждает за решение задачи одной из семи, задачи тысячелетия. Это единственная задача тысячелетия из семи, которая решена. И вот Григорий Перельман отказался от этого. И почему он отказался, одна из версий, да? Ну потому что это настолько великая... Ничтожно по сравнению с тем, что он открыл. Совершенно верно. Он открыл, можно сказать, закон мироздания, а ему предлагают какие-то миллионы долларов. Это удивительно. Вадим Анатольевич, вы человек, прикоснувшийся к великим гигантам, да? Которые работали в Московском университете. А как вы оказались в Якутске? Понятное дело, вы здесь родились, прекрасно говорите на родном языке. Но вот кто вас привлек сюда? Что вас привлекло сюда? Вы работали в атомной станции? Да, я работал математиком. Занимались математическим моделированием работы атомных электростанций. И, соответственно, однажды во время своего отпуска я приехал здесь в университет. Точнее, в Якутск. И как-то решил зайти в университет. И мне так получилось, что мне удалось зайти к тогдашнему ректору Василию Васильевичу Филиппову. Он очень заинтересовался молодым перспективным кандидатом наук тогда уже, да? И супруга кандидатом. Супруга тогда была без пяти минут кандидатом наук, да? Ну и, собственно, предложил переехать сюда, в Якутск. Ну, хорошие условия мне предложил. Значит, сразу должность доцента, служебную квартиру. Ну и, соответственно, я благодарен, что тогда Василий Васильевич действительно увидел во мне перспективу. И действительно предложил такие условия, от которых было трудно откасаться. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. У нас буквально остается несколько секунд. Мы обязательно вернемся в наш эфир. Я предлагаю его продолжить. О нашем тоже якутском гиганте Василии Васильевича Филиппов. Я очень надеюсь, что, Владимир Михайлович, Вы нам немножко раскроете личность данного выдающегося человека, к сожалению, которого в прошлом году не стало в нашей среде. Владимир Анатольевич затронул удивительно, что развитие математики, этой фундаментальной науки в нашей республике, в нашей стране, в России началось выдающегося человека Петра I, о котором Александр Сергеевич Пушкин в свое время напишет самодержавной рукой. Он смело сеял просвещение. Не презирал страны родной. Удивительно, именно такие люди есть. Оставайтесь с нами, мы продолжим пострекламу. Сердечно приветствуем всех наших телерадиослушателей, зрителей. Снова с вами передача «Якутск. Сегодня». И наша сегодняшняя тема посвящена теме «На плечах гигантов». За режиссерским пультом Михаил Эверестов и Николай Слепцов-Айдын, редактор Светлана Вишнякова и я, приглашенный ведущий Юрий Семенов. Мы сегодня с нашими гостями Владимиром Анатольевичем Егоровым, генеральным директором Солевого фонда будущих поколений, и Владимиром Михайловичем Наговицыным, директором Бердегостяхской улусной гимназии имени Василия Васильевича Филиппова, говорим о роли тех выдающихся людей, гигантов, в развитии нашей страны, в гордости нашей страны. И мы буквально перед нашим небольшим перерывом остановились на такой личности, как Василий Васильевич Филиппов. И когда мы говорим о развитии, что удивительно, о развитии науки, математики, Владимир Анатольевич Егоров вспомнил прежде всего Петра I, который принес математическую науку, с него начиналась все это, Академия наук России и так далее. Я вспомнил стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, гения нашей русской прозы, который о Петре I написал. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, он не презирал страны родной, он знал ее предназначение, то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Подобно Петру I в развитии нашей республики в 90-е сложнейшие годы будет Михаил Ефимович Николаев, и его выдающиеся дерзновенные идеи воплотит в жизнь системе высшего образования науки Василия Васильевича Филиппов. Мы знаем, что в эти числа, 1 апреля, в день рождения Василия Васильевича, Владимир Михайлович, в вашей гимназии присвоено имя Василия Васильевича Филиппова. Расскажите об этом факте всем телерадиослушателям нашей огромной родной республики. Еще раз поприветствую наших телерадиослушателей. Начну, наверное, с предыстории. С сентября мы затронули этот вопрос с родственниками. Нас поддержали родственники, отправили письмо обращения в Улусный совет депутатов Горного Луса. И потом в ноябре 30-го под решением номер 256 Улусный совет депутатов вынес решение о присвоении имени Филиппова в нашей гимназии. И в январе вышло постановление. Потом недавно, 1 апреля, мы торжественно открыли декаду. Если коротко о декаде, то с 1 по 10 апреля начнется декада, там намечено 11 больших мероприятий. Коротко рассказать, да, про мероприятия? Да, конечно. Что будет? 1 апреля, конечно, прошло очень успешное торжественное открытие. Присутствовали родственники, общественность присутствовала. И сегодня как раз первое мероприятие началось. То есть это первая многопрофильная олимпиада под именем... Ну, это будет первая фирменная олимпиада горного Луса, да, она открытая, республиканская, в рамках 26-й олимпиады сети президентских школ. В нём сегодня участвует, вот на сегодняшний момент, сейчас, прямо сегодня, да, в это время участвует 170 детей из всех гимназий нашей республики, сети президентских школ. Там 7 направлений по всеми профилям, да. Ну, со следующего года, конечно, это будет ежегодной. Перечневая, в том числе включённая в перечень олимпиад университета. Да, в том числе включенная в перечень. Что даёт бал при поступлении в Северо-Восточный Федеральный Университет. И, кстати, спасибо Северо-Восточному Федеральному Университету, что пошли к нам на встречу. Так, ну и ежегодно будут проводиться филипповские диктанты. Задания вместе с родственниками подготовили, наши педагоги, да. Там работала огромная комиссия. Филипповские диктанты будут проводиться в каждых сёлах Горного Луса, да. Мы начали, конечно, с Горного Луса. В каждых школьных библиотеках, в каждых сельских библиотеках люди будут участвовать. Там составили 24 вопроса от биографии и общественной деятельности Василия Васильевича Филиппова. Также 7 апреля начнёт первая открытая республиканская научно-практическая конференция. Называется «Филипповские чтения». Уже на сегодняшний день есть много заявок. Здесь будут участвовать из 35 муниципалитетов нашей республики. Ну вот такие ряд мероприятий я перечислил основные, а так мероприятия много. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Мы приглашаем всех в нашу республику, учащихся, принять в следующем году участие в одной из перечнях Олимпиад Северо-Источного федерального университета. Это имени Василия Васильевича Филипова. Всегда будет в апреле месяце. 7 апреля мы приглашаем принять участие в республиканской дистанционно-открытой научно-практической конференции школьников, филипповские чтения. Безусловно, Василий Васильевич для развития нашего университета. Он построил 10 корпусов. Один из самых современных корпус факультетов, естественно, новый корпус гуманитарных факультетов, оснащённых при непосредственной поддержке первого президента за счёт республик Саха-Якутия. Он является первым президентом Академии наук и так далее. Всех не перечислить, безусловно. Вот, Владимир Анатольевич, мы сказали о том, что вы в нашу республику приехали благодаря Василию Васильевичу Филиппову, который искал большое количество талантливых педагогов. Скажите, пожалуйста, в нашей республике, вот возвращаясь к тому большому вопросу о математиках, какие на сегодняшний день талантливые педагоги, на чём мы можем опираться? Юрий Иванович, вот я хотел бы, наверное, начать с всё же Михаила Андреевича, да, Алексеева. Дело в том, что я уже говорил про Кламогорова как создателя ФМШ при МГУ. Дело в том, что вот эти все эти процессы, которые проходили в 60-х годах, и по основанию в 63-м году также и Лаврентьеву ФМШ при Новосибирском университете. Это всё повлияло на Михаила Андреевича, который в 66-м году открыл физико-математические классы Верхневилюзьки. И оттуда, на самом деле, и пошло наше физико-математическое движение. Можно сказать, вот наши успехи в этом несомненны. У нас много выпускников вот этой школы стали и докторами наук, и докторами физико-математических наук в области математики. И, ну, и, понятно, не только учёными, да, но если говорить, допустим, про математиков, да, то вот и Иван Игорович Егоров, значит, это и Василий Иванович Васильев, это Попов Сергей Вячеславович, доктора наук, да, и Шамаев Иван Иванович. Ну и, соответственно, вот у Ивана Ивановича уже есть собственные, можно сказать, школьники, которые уже стали докторами наук. Нюргун Петрович Лазарев, да, сейчас руководит Дальневосточным институтом математических исследований. Вот, ну и, соответственно, вот Василий Васильев Иванович буквально в прошлом году стал обладателем мегагранта по исследованиям, связанных с математическим моделированием проблем Арктики на сумму более 130 миллионов рублей, так, поэтому вот такие активные математические исследования продолжаются, это я уже сказал, коснулся именно учёных, да, вот, а что касается педагогов, вот, знаете, вот в этом году, ну, вот, опять же, вот, если вспомнить про того же, про, значит, нашего Магнитского, да, то вот Ломоносов как раз-таки все думают о том, что он такой, можно сказать, сын рыбака приехал 20 лет, ну, неграмотным, да, вот, и поступил потом уже учиться в семинарию, да, на самом деле он, будучи вот этим вот сыном рыбака, он сам самостоятельно читал арифметику Магнитского, вот, поэтому большое влияние это оказало на это, так, и, то есть вы про Петра Первого так акцентировали внимание, на самом деле я бы акцентировал больше именно на учителя Магнитского, так, вот, вот, и в данном случае, вот, у нас, можно сказать, у нас в республике есть последователи и Магнитского, скажем даже, ну, и в России у нас есть интересный популяризатор науки Николай, Николай Андреев, который вот автор математических этюдов, можно в интернете найти посмотреть, да, который наглядно демонстрирует законы математики, значит, через 3D-моделирование и так далее, да, через графику, вот, это открыта целая лаборатория при ведущем, можно сказать, в мировом таком институте имени Стеклова, где там более 30 академиков наук, членов корреспондентов и академиков Академии наук, а вот у нас есть свой удивительный человек, который занимается этим направлением, да, популяризацией математики, даже не популяризацией, а именно обучением обычных школьников математике доступными методами, тоже создал свою собственную лабораторию, и при этом в прошлом году он стал лучшим учителем России по математике, так, это Александр Саевич Дмитриев из того же Верхневилюйска, который, ну, в обычной среднеобщеобразовательной школе учит детей такими наглядными методами через пособия, ну, изготовленные его же собственными руками, через которые можно, например, вычислить, там, площадь круга, объем шара, цилиндра, там, площадь поверхности сферы, другие различные теоремы, да, можно пощупать руками, и, например, там, понятие отрицательных чисел, и так далее, можно тоже, вот, своя интересная методика, да, вот, поэтому у нас, на самом деле, таких вот, есть такие талантливые учителя, и вот в год педагога-наставника я бы хотел, конечно, пожелать, чтобы наши творческие учителя смелее, вообще говоря, воплощали в жизнь свои идеи, да, ну, и чтобы наши, вот, скажем, руководители от образования обращали внимание на распространение вот таких практик. Интересных, которые, вовлекающих непосредственно детей. Вот, Владимир Анатольевич, вы давайте немножко на более практическую плоскость, да, вы не только как математик, преподаватель высшей категории, вы много лет работаете с детьми, и до сих пор продолжаете в этой части помогать системе образования нашей республики, это понятно. А вот, как руководитель целевого фонда будущих поколений республики, в этом плане, как сегодня ведется работа, я знаю, что, кстати, перед гостях сколусная гимназия победитель, получил грант целевого фонда и создал, что вы создали, Владимир Михайлович? Практика-ориентированный класс, умный класс называется. Умный класс, да. Чем там за ним? Потому что Актемский лицей получил в прошлом году от целевого фонда, лично вы приходили, открывали, такой, это такая некая лаборатория, да? Да, некая лаборатория. Вот, чем сегодня занимает целевой фонд будущих поколений? Это его многогранное действие, начиная от строительства, объектов и так далее. Да, строительство объектов, конечно, это наша традиционная такая деятельность, да, мы продолжаем. То есть вы сегодня еще строите? В этом направлении, да, тоже работаем, конечно, продолжаем, но мы так переориентировали нашу деятельность еще на более содержательные рельсы, скажем, да, то есть вот, например, вот здание, учебно-лабораторный корпус Малой Академии Наук, если раньше целевой фонд просто построил и передал его, и дальше, значит, ну, уже образовательное учреждение само по себе работало, то сегодня мы поддерживаем деятельность того же регионального центра по работе с здоровыми детьми, который на базе Малой Академии Наук существует сегодня. Различные образовательные экспедиции мы организовываем. Это в селе Актюмцы. Да, ну, это не только в селе Актюмцы, да, ну, и вообще в целом, да. Сегодня строим также парк будущих поколений, и мы сегодня уже реализуем различные образовательные программы по различным креативным направлениям вот такой деятельностью. Ну, и лабораторию детства мы открыли, где мы исследуем физическое и психическое развитие детей, да. Ну, и вот буквально вот недавно, вот в рамках чего, получается, Беттихо-Тиахская гимназия получила грант. В прошлом году у нас был конкурс «Имносфера», где были поддержаны организации, создающие детские инновационные центры. В этом году мы решили этот конкурс сделать еще более таким масштабным. Мы намерены поддержать 10 таких организаций. Если в прошлом году 4, то в этом году 10. В этом году все-таки 30-летие фонда. И у нас еще этот конкурс, он не просто, чтобы определить центры и передать им средства, но и все же провести определенную содержательную работу. Вот буквально в пятницу закончилась акселерационная программа нашего конкурса. То есть 3 дня 20 организаций, то есть команды 20 проектов проходили эту акселерационную программу. То есть они, во-первых, рассказывали свои проекты здесь экспертам, получали критические замечания, предложения по дальнейшему развитию. Также они слушали лекции по социальному проектированию, участвовали в практической работе по… Это улусные команды. Да, это улусные команды, да. И дальше, значит, также они посетили ряд наших интересных инновационных организаций, начиная от детского технопарка «Квантуриум», «Айти Куба», «Малая академия наук», заканчивая технопарком, «Айти Парком». Ну и, соответственно, у нас в июне предстоит защита. Вот поэтому вот это направление мы поддерживаем. Ну и вообще надо сказать, что вот то, чего мы сегодня коснулись, наука, математика, да, это на самом деле очень правильное содержательное направление, которое нужно всемирно всем поддерживать. Когда мы сегодня говорим «цифровая экономика», то мы подразумеваем работу с данными, так, работу с числами, выраженными в цифрах. Единственная наука, которая этим занимается, это математика. Поэтому нужно, на самом деле, вот это направление всемирно развивать. И вот то, что мы, например, сетью школ первого президента Михаила Фимовича Николаева открываем профильные классы, так открыли, точнее, в восьми школах, где учителя прошли курсы образовательные в МФТИ и будут продолжать дальше развивать эту тему, это тоже очень такое нужное направление, которое, считаю, нужно подхватывать и другим школам. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. У нас остается буквально пару минут. Я бы хотел поблагодарить наших гостей за то, что мы сегодня попытались как-то раскрыть нашу тему, и мы будем продолжать этот проект. Я думаю, многие к нам присоединятся, будут об этом говорить. Ведь именно приумножая знания предыдущего поколения, не отражая его, не говоря о том, что мы заново все построим, мы можем встать на путь созидательного развития. Мы узнали о том, что Бердегастерская гимназия теперь в совершенно новом статусе. Владимир Анатольевич, вы не только математик, педагог, но еще и строитель, новые внедрения внедряете. Мы знаем, что Малая Академия НОК сегодня практически все УЛУСы нашей республики посещает для раскрытия своих талантов. Буквально на пару секунд ваши пожелания нашим телерадиослушателям. Владимир Анатольевич, пожалуйста. Владимир Анатольевич Путин, президент России. Почему сегодня год педагога и наставника? Это, прежде всего, популяризация, и нужно обращать внимание на образование. Этим и хочу сказать. Философским закончу. Спасибо. Владимир Анатольевич. Я бы хотел пожелать нашим телерадиозрителям ставить перед собой высокие цели и их добиваться. Спасибо большое. Это очень большие и важные слова. Дорогие телерадиослушатели, дорогие мои гости, Владимир Михайлович, Владимир Анатольевич, я желаю вам всем большого успеха, и давайте попытаемся создать новое будущее, именно опираясь на те знания, на тех выдающихся людей и личностей, хорошие, что есть в нашей стране, создать такие условия, чтобы мы гордились своей страдной такими личностями, стараться раскрыть те выдающиеся вклады людей. Будьте здоровы, оставайтесь с нами. С вами передача «Якутск. Сегодня». До новых встреч.